Добрый! Приветствую всех, кто смотрит это видео. А это немного новостей о том, над чем я сейчас работаю. То есть, давайте пару слов, как всегда, вначале скажу. В общем, я тут за все бросался. С ножами пока я там особо не поработал, потому что я тут изготавливал первый заказ на клиночке бритв. Ну, с вогнутостью там 1.4. И вот только что сдал, жду вторую, второй заказ. Он вот-вот должен поступить, ну, как вот-вот, в выходные, наверное, только он придет мне еще. То есть, на следующую неделю. И поэтому я от скуки, как говорится. У меня был выбор, поколомить на ножах или сделать бритвы для сайта. Конечно, поколомить на ножах это выгодно. То есть, там я с этого что-то получу, но... Не мое это. В общем, за бритвки взялся. И причем опять за... Ну, не побоюсь этого слова, эксклюзив. Почему эксклюзив? Ну, допустим, это вот уже эксклюзиву не назовешь. Это пакет накованная ШХ-15. Уже скажешь, конечно, тот еще. Ну, ладно. Мне то еще грызли. Ну, вот этот комиссорий, это эксклюзив. Сейчас, наверное, у многих вопрос возникает. Каким местом эксклюзив? Вроде комиссорий уже давно не эксклюзив. А вот и нет. Это комиссорий Клин. Это все клинки Клин стопроцентные. И комиссорий Клин. Попробуйте, найдите на этой голубой планете комиссорий Клин. А не получится. Я пытался. У меня идея такая возникла. Думаю, интересно, может кто-нибудь уже сделал? И ничего интересного мне тут с этим заниматься? Да нет. Нет таких. Я и так-то их самых не видел, не слышал ни разу про них. Интернет весь прошарил, не нашел. Поэтому, ву-аля, как говорится. А это будет вот с ручкой накладной. Я их сейчас просто грубо вдираю. Перед термообработкой зачищаю, выравниваю. Сейчас буду, видите, под пальцевые ямки всякие делать там. То есть, чтобы куда пальц ложить. Вот что только я не предугадал, так это вот У-10 ткнул, а под пальцевую ямку... Да. Ну, как быть, фиг с ним, с У-10. Главное, чтобы она была работоспособна и удобна. А все остальное по барабану. Вот тоже самое У-10 ткнул в этом месте зачем-то. Ну, ладно. Это будут стопроцентные клины. Это У-10 кованая. Это Дамаск многослойный. Тоже стопроцентный клин. Видите, в чем разница? У этого закругленный кончик под евро. А это под япан. Острый кончик. Так же и тут. Острый кончик закругленный. Ну, и, соответственно, ручки по-разному. Вот, подойдем, сейчас работаю. Пока все идет, как говорится, по плану. Без каких-либо там косяков. Ну, тут там форму, смотрите, я форму еще тут подруглю, конечно. И тут много еще чего. Что подруглю? Что еще показать, рассказать? Это термообработанные заготовки. Уже с огромной твердостью. Кстати, вот, присмотритесь. Ну, если не считать того, что эта сталь очень сильно закалена. И она имеет свою структуру уже проявленную. И брать сырую сталь. 19-х, там, 18-х веков, к примеру. Разница в чем, смотрите, да? Ну, в принципе, ну, вот только по структуре металла. Потому что есть стопроцентный клин. А не вогнутаясь большая, как у ножа. Которая считается, там, вот, у бачера, в примеру, это клин английский. Ну, пускай, да, клин английский, да. Я ничего против не имею, но... По мне, так если клин, так уже на 100%. А если там имеется легкая вогнутость, то это нож. Если у ножа, вот, кончик обрезать, то, в принципе, будет английский клин. Это просто рассуждение от себя. Я ни с кем не спорю. Никому ничего не доказываю. Вот. Кстати, да. Вот, опять же, я то именно хотел сказать, с чего начал. Заболтал, как говорится. Вот она, заготовка, да? В принципе, так же выглядит бритва, допустим, начала 19-го века. Может, вот такие вот собирать. Ну, реально у вас получается, то есть, бюджетный вариант. Да, вот эти царапины, да, вот эта вот вся серость. Бюджетный вариант. Ну, здесь, конечно, можно закруглить, конечно. Хотя, тут ничего не царапается. Вот в таком вот моменте это будет бюджетный вариант. Он уже острый, потому что это клин. Там вот сейчас тут как острый. Это сусенчик такой легкий. Сейчас его на малемешке ошибись, все, бери и брейс. Это тоже так, просто размышлений. Мне вот что-то. Он тоже пакет на кованой этаже, как и та предыдущая. Вот видите, там все идут рисунки какие-то проявившиеся. Всякие такие кругляки. Это от большой твердости. Мне как спросили, так сделать. Вот так вот. Вот так же, да. Вот тоже бюджетный вариант, в принципе-то. Дамаск. Ну да, царапки, все. Зато рисунок уже есть, твердость уже есть. Хотя ее можно было даже и что-то предыдущую, что эту даже можно было вообще не закаливать. У них твердость изначально уже такая, что... Ну, какая такая? Ну, побольше любой бритвы. Не буду говорить в сравнении с какими-то производителями. У них в сыром состоянии, в сыром, в районе 50 единиц. Так что вот думайте сами. Можно было не закаливать. Вот тоже заусенчик. Сейчас его поправить на ремешке. О, насыпается. И все, вот бритва готова. Ну, я сейчас буду ее вышлифовывать, там, полировать, там, вычищать, закруглять, там, туда-сюда. И за счет этого она начинает расти. Второй вариант, только, видали, там, вот, просто ямка под пальцем возить. Я решил ее повтянуть по всей ручке. По крайней мере, не дочистил. И так не скребешь. Он тоже маленькая каренька. Вот. Вот, в принципе, бюджетный вариант. Если вот не пугают эти вот царапки, и вот эта вот квадратность, угловатость, я так сказал, то, блин, то уже рабочая штука, рабочий вариант. Просто размышления. Никому ничего не пытаюсь предложить. Вот то же самое. Здесь просто больше видно эти царапки. Они такие же, одинаковые. Да, что-то я нарываюсь, как прям напорезаться. Здесь ширина больше. И поэтому клин более пологий. За счет ширины. Это У-10 кованая. Это тоже У-10 кованая под ручку. Нормально сцепил. Но видно, что У-10. Я решил, что неважно это будет. То есть, то, что здесь У-10 не полностью видно. Вот так вот. На сегодня это у меня все. День прошел. Вроде бы, да? Все уже было заготовлено. Все уже было подогнано. Просто было бодрать металл. По-грубому вот так вот. И закалить. День. Причем это когда все гладко и сладко, как говорится. Если что-то маленькое что-то не так, то это вообще караул. На дне-два растянется сто пудов. Ладно, не дело не в этом. Я просто теперь хочу еще сказать пару слов от себя. А это. Мне часто, очень часто говорят, что у меня какие-то там... Даже не мне, бывает, говорят, а там где-то еще между собой разговаривают. Когда мне говорят, что у меня стали неправильные. Не бритвенные мои стали. Пусть так. То есть, сталь 3, из которой уголок там сделан, швеллер, это правильная сталь. Ну, пускай будет так. Или возьмите там опять же те же старинные бритвы. Ничего не говорю. Да. Я когда беру старинную бритву в руки, то у меня тоже какой-то там трепет в душе возникает. Ну, просто как к истории. Ну, не как к стали. Я те стали уже столько раз перетыкал раквеллами. Я столько их шлифовал. Я столько их переделал. Сколько там некоторым людям тут ремонтировал. Кстати, я в этом больше не занимаюсь давно. Вот. Но это сталь... Даже из слова... Вот так я скажу. Просто ГО. Сейчас, да, я опять понимаю, что там. Да, многие скажут. Да, ой, да ты ничего не понимаешь. Да ты там кто такой. Да там стали умели делать. Да там знали, какую надо. А я дурак такой, да. Беру 10 кованую. Пакетно кованую. Шаха 15. И дамасскую. Из трех марок. Ну, вообще, да, говно стали. В принципе-то, да. Все правильно. Просто вот если я сейчас написал Мадоин не наши, то это была бы идеальная сталька, самая крутая, самая лучшая в мире. Это я могу точно сказать. Потому что я уже видел свои бритвы с надписями Мадоин. И там так нахваливают эти стали, что она просто космическая какая-то сверхъестественная сталь. Что даже то, что там японцы в ручье вручную намывают там какую-то суперсталь. Это вообще полный Г против того, что вот у них имеется. А клиночки мои. Я не буду сейчас говорить кто, мне нельзя это говорить. Просто-напросто то, что я сразу потеряю заказы постоянные оттуда. Вот. Но там самая лучшая сталь в мире. Пожалуйста. Неправильная сталь-то, да. Вот. Дальше у меня вот за два дня, два раза сказали, что у меня в принципе нечего выбрать на сайте из бритв. Ну правда вот вчера у меня один человек выбирал бритвку. Очень тщательно подошел к этому, клины выбирал. Я считаю, что он взял один из лучших клинов. Хотя он недорогой. Был до 10 тысяч. Вот. Но он единственный, кто мне в принципе так сказал. Да, у тебя выбор огромный. Все отлично. Мне вот это сомнение начало гладать. Как бы это почему-то. Как-то вот так вот. Я начал открывать прям подряд сайты. Ну, в России, не за границей. Не знаю, как там. Открываю сайты и считаю. На одном 8 бритв. Из них 5 титан китайский. Да, думаю. Ладно, пошел дальше. 10, там 15. И на одном сайте, самом таком загруженном сайте. Я опять же сейчас не буду называть кто, да что, зачем это все. Я просто говорю факты. Зачем именами тут кидаться. То есть, они же тоже про меня ничего такого не говорят, ни имена не называют. И я думаю, что мы правы с обеих сторон в этом смысле. Вот. Я насчитал на самом загруженном сайте 111 опасных бритв. 111. Запомнили, да? А у меня на сайте больше 200. 216, я помню, что я насчитал. Так как так тогда? У меня взять нечего, выбрать нечего, да? То есть, у меня в России, получается, самый большой ассортимент опасных бритв. Опять не сходится. То есть, когда где-то что-то идет, разговор, и там такая чушь, она может просто вам даже не встревать так в этот разговор. Потому что, зачем? Там ни одного факта нет о том, что это именно так и есть, как говорится. А не вот просто разговоры. Вот как бы так. Да мне как-то вообще по барабану. Я просто это высказываюсь почему. Потому что я за правду. Я тупо за правду. Пускай она будет горькая, пускай ей там будет больно слышать, и многим неприятно, но я именно за правду. Все, что не правда, не чуждо. Ладно. У меня на сегодня все. Рассчитываю завтра прийти и сделать максимально возможное, но плавно. То есть, вот с этими бритвами что-то еще. То есть, эти обработки, все эти шлифовки, полировки там и прочее, прочее, прочее. Но то, что они будут готовы завтра, я не обещаю. Далеко не факт. Дней через несколько. Да плюс еще, если я когда буду готовы, это будет опять же, только бритвы, сами готовы. А, как вы знаете, комиссории, например, вот к этим вот клиночкам нужны оправы. Поэтому я еще буду изготавливать подставки комиссории, оправы к этим бритвам. Думаю, оправу вот опять из этого материала сделать. Понравился он мне. Ну, видно будет опять. Зачем сейчас забегать так далеко. Все. В принципе, у меня все с новостями. Все, что хотел показать, показал. Все, что хотел сказать, сказал. До свидания. До свидания. Спасибо всем, кто меня... Всем, кто меня... И слово уважает, это уже громко сказано. Все, кто меня признает... Вот так вот я скажу. Всем, кто меня признает. Каким-никаким, но мастером. Да, я может мне лучше далеко. Да, я может... Что-то где-то не так делаю. Но... В общем, вот так. Все, до свидания. Я тоже обязан беречь и не тратить ваше личное время на просмотр моих видео. Все, спасибо. До свидания. До следующих встреч покажу. Если что, как будет что показать. Спасибо. queue- gold. Продолжение следует...